Сегодня 9 июля. Мы находимся на Скворечнике. Это то место, где я живу. Братья пир сделают, а это пилят. Так, давить не надо. Низко все, надо подставить будет. Посмотрите, еще подставить. Постарайся не тянуть. Вот, Ливия, возьми за нее вместо вон. Попробуй, ты выше ростом и давить не надо. Получится лучше. Ну-ка, ты держи. Ровно держи, тебе давить пилу не надо. Пошел. Видишь, она как пошла у вас. Она у вас прыгает, видите, качается как. Посмотрите, вот эта поверхность, чтобы не качалась ровно. Попробуйте водить. Ну, тут Инапа. Вот у них самая ровная пила идет, Инапа. Посмотрите, пила не прыгает у них. А это не хотел работать. Ему наказание. Он травинки перебирал. Да, на травинке он их стоит, перебирает. Вот такое наказание еще у нас есть. Освобождение от труда. И он этим томится. Ну как? Хорошо стоять? Или лучше работать? Лучше работать. Лучше работать. Ты это понял? Да. Чтобы я за тобой не смотрел. Если ты понял. Иди помогай. Он девочка пилит, Настя. Ксения. Вместо Ксении. Подойди. Одного освободите оттуда. Сеня, дай ему, пусть он пилит. Он давно стоит. А вы куда-то надо. Таскай пока вот эти, которые напилили. Давить не надо. Зачем ты давишь? Ну, явно видно, что теперь заломил ее в сторону. Подожди. Бревно оно даже не сжимает. Вытащи. Держи. Вот. Вот она теперь зависла. Там держи. Вот попробуй теперь пилить вот так. Держи. Она на весу. Давить не надо. Попробуй. Ну. Ну ты давишь вниз ее. Нестор тянет ее. Он давит ее. Ну не надо. Ты давишь. Оно тебе не давит. А тут не подставлять пальцы. Сколько раз говорил. Тихонович. Тем более, такой ты болезнен. Еще чего ты уже застонал? Нет. Давай. Так. Переверни с другой стороны. Нет. Тихонович. Можно один из них уйдет? Потому что у нас слишком много. Ну, посмотри, как лучше. Как лучше, так и сделайте там. Посмотрите. Ну все, давай. Вот тут ребята пишут свою биографию. Паша и Ваня. Видишь, как хорошо получается? Трудно. Развод может рассчитан на сухое, а гнилое оно зажимает. А нюра казахстанская сидит, держит. Видишь, как у нее платье опилками-то покрыто все. Вот работа сарастет. Ну, ребята, сейчас упадет на расчет. А эту на два распилите. Так. Вот они решили. С кого лает шарик, неизвестно. Так. Внимание. Отдых 15 минут. А на камушок не пойдет? Отдых. На кащели. Вот как. Умеет отдыхать. Только бегом все бежать. Так. Не зови меня. Все. На площадку пошли. Играйте друг друга не сбейте. Пошел. Бегом. Только бегом ходят у нас. Вот. Это отдых. Полновесный отдых. Им это интересно. Я сейчас вокруг обойду. А тут у нас ремонт машины к дальнему путешествию на север готовятся. Дальнобойщик обоих дал. Вот брат Игорь Глушков пришел. Помогает. Вот. Виктор здесь. Но под машиной лежит главный путешественник. А ну-ка, покажись, Александр Сергеевич, убери-ка палочку-то. Ну как? Не разочаровался еще в машине? Да нет, слава богу. Хорошая машина. Можно ремонтировать? У нее юный возраст еще. Я много разговаривал с теми, кто ездит на газелях. Спрашивал их, какие главные недостатки. Ну, двое, кажется, сказали. Где-то подтекает сопливит, говорит. А так нормальная машина. Я говорю, а какая больше ломается, иномарка или это? Он говорит, все одинаково ломаются. Конечно. Мы были во Франции, там 60 машин. И все иномарки стоят на этих. Так, Игорь, сколько можешь, помоги. Я поеду потом договариваться. Видите, колеса тут. Все снимают. Проверяют. Если Господь позволит, значит, все благополучно. В понедельник рано утром уезжаете. Понедельник, 13-го. Эта машина, важная машина. Она прошла от Тихого до Атлантического океана. Ну, пройти можно, но с чем пройти? Едут просто так. Так, у нас пробег. Мы едем с большими дарами. Только за два года мы подарили книг на 7 миллионов 150 тысяч. Так это еще такие деньги были. Это несколько лет. Мы дарим книги. У нас вышли из печати 38 книг. Так, усилить рессоры желают. Это очень вам важно. А то в обратном направлении уже прогибается. Давай, Виктор Николаевич. Старайся запоминать, что делают. Это у нас выезд из Краснодара? Да. Марьясов Александр Сергеевич, дальнобойщик. Это то, что нам не хватало, так как Николай Крущина не смог. Потом еще раз встретитесь. Я сказал, Николай, сделай слепок с себя. Я вас не знаю. Поэтому то, что я в нем видел, я лучшего даже не мог мечтать. Ну и думаю, что Господь услышал нашу молитву. Вы согласились, даже не домогая, поехали. Крещение примите и в путь дорогу. Ну а Виктор, что он для нас, считай, потерянный человек на несколько месяцев. Я не думаю, что он навсегда потерянный. Наоборот, он усилит вдвое силу теперь свою. Я правильно понял? Да. Ну вот так. Так, пошел я проверить, как там ребятишки. Вот. А тут гараж наш. Ну и как сделанный. Сделаны фундаментные основания. Показать даже изнутри гараж. Видите, какие. Ну а на них местная береза. Вот они какие стоят. Газели и мотоцикл Виктор ставит здесь. Ну и усилили. Привязали их к железным стоякам, чтобы держалась. Потом закрепили, как сверху. Ну все такое. Ой-ой-ой. Может быть, говорится, хуже, да некуда. Но все стоит. Все целое. Не протекает. Это мы идем сейчас маленький здесь проходик. Надежде Васильевне. У нее кто-то там работает. Сейчас мы посмотрим, как ребята тут отдыхают. Друг друга можете задеть. Смотри. Обычно на этих качается один. Мне казалось, что мы не рассчитали немножко. Сейчас мы даже посмотрим. Так. Все. А что вы не играете? Качайтесь. У вас какие-то мысли уже другие? Нет. А давайте. Места нету. Места нету. Качайтесь. Я скажу, когда время будет. Ваня тут. А главному у меня сегодня поставлен Нестор. Где он, я не вижу. Вон, вон. А, вон там что-то самоподъемник выворачивает. В красной шапочке. А сколько лет Нестору? Девять. А тебе? Тринадцать. А тебе, Ваня, сколько? Четырнадцать. Четырнадцать. И вот девятилетним я поставил старшим. Понятно почему? Игнат Тихонович. За активность, за решительность. Одно качество такое. Четвертое качество лидера. Да? Игнат Тихонович. Вот мне тринадцать, а ребята, Паша и Ваня, говорят, что мне девять лет. Ну, значит. Не знаю, почему они так говорят. А почему говорят? Может, по разуму определяют, по росту. По росту. По росту. Знаешь, сейчас есть такая поговорка. Есть поговорка, есть, говорит, большая, говорит, Федора, да, дура. По росту-то я и по росту. Да, по росту не определяет. Паша говорит, вот здесь как девятилетний мальчик. Они его оскорбляют. А кто это говорит? Паша меня и с Ваней оскорбляют все время. Ну, а какое вот это оскорбление-то? Ну, приличными словами меня оскорбляют. Какое? Вот на меня люди смотрят и узнают, когда я там езжу, там на велосипеде, где бываю. Мне никто не дает моих 76 лет. Они дают мне. А вы как себя чувствуете? Я говорю, ну, не старше 25. Я застрял на этом возрасте. Я все время с молодежью. Мне так интересно. Сейчас я был там, как пирс делают. Ну, похож я на старика 76 лет? Нет. Нет, потому что меня все интересует. Человек возраст определяет востребованностью. Когда ты никому не нужен, ты состарился. А тут со всех сторон звонят, спрашивают. Поверьте, что ваши родители... Слушай, Паша, твоя бабушка довольна, что она здесь приезжает с тобой? Не знаю. Ты даже не знаешь, бабушка довольна или нет? Довольна, я знаю. Ну, любой знает, а ты не знаешь. Вот как можно так не интересоваться? Тебе не больше, как три года только. Ну, как по рассуждению? А ты ему даешь девять даже. Так он тебя еще возвысил. Вань. По умственному развитию. Так, давайте, ребята, качайтесь активно. Кстати, Тихонович, можно вот на эти залей столбы, которые все держат? Нельзя, они для этого не назначены. Абсолютно нельзя. Туда не заходить, за эти, вот, за зодски. Только тот, кто упавляет. А что ты, как конь, храпишь-то? Зачем? Не знаю. А то, что ковыряешь во рту и в носу, потом будешь все время хыркать. Тебя будут бояться, будут думать, что с похмелья. Тихонович, мы тут даже в крапиве пустое гнездо нашли. На веточке, на вот такой. Можете его аккуратно сорвать на память. Тесток видели. Ну, можете сорвать себе на память его. Аккуратненько снимите. Он взял это гнездо, взял это гнездо. Сколько радости. О, тут у нас Назарий. Ну, как, нравится потеряевки? Они были, мы вчера их видели. Так, остальные там где. Так, все, ребята, и идите отдыхайте. Потом я скажу, когда на работу. Давай, Тарас, иди. Вот у Надежды Васильевны. Тут она что-то сделала. Купальню. Уж не буду смотреть. Закрыто второе. Значит, одна дверь подперта, вторая. Это у ней тут углярка. Углярка. А дальше, а дальше дровяник. Можно даже посмотреть. Видите, сколько дров у ней. Ну, а справа тут углярка, где заносит. Вот так. Тут у ней теплица. У нас называют парник. Бочки с водой качает. О, Фрося. Ты на огороде у них? Да, жуков помогала себе. Понятно. Я сейчас посмотрю, что они тут делают. Видите, как. Это вот заброшенный участок, огороженный. Отдыхает поле у ней. Из-за чего она отдыхает? Устарела вся продукция или не успела? Она была неделю по моей просьбе там с больной, которая должна была оформить документы тут на двух молодых людей. Бог в помощь. Спасибо, Христос. Вот тут Михаил Кальмаев, Темиртава, Кемеровская область. А тут наша знаменитая Анна из Франции. Доехала, да и притормознула маленько. Вот Сергей, он приехал с Кальмаевым. Так, от Новосибирска. Видите, где? Ну и хозяйка Надежда Васильевна. Что собираешь тут? Жуков, пол ведра набрала. Жуков. Мы в прошлый раз набрали, я не знаю, много в ведре. До батюшки дошли, он взял бензин, налил на дороге, зажег, в ведре все вспек и больше ничего нет. Я вот пошел везде посмотреть, а вон далек, а там видна как раз голубя отнимая. У меня руки трясутся, поэтому съемшек я никакой. Ну что, заканчиваете, похоже? Ну да. Картошка цветет. Вы знаете, тихо наезде. Вы начинаете. Смотри, какое поле, так? А это что дальше? Северное поле, да, и все наше. Вот это тут что-то посажено? Да. А что? Картошка. Что она говорит? Картошка. Картошка посажена. Это тут же? Да. Вот замечательно. А вон еще поле, вон второй час. Ну вот видите как. Вон еще поле, вон там уже показать. Ну мы когда приезжаем, картошка выкопана, там бывают глухонемые, там немощные, объявляем и не продаем. Это у нас все нету. Раздаем. Бог нам дает, так видите как обильно. Чтобы видно было, вот я стою, намного, ну прям до пояса почти доходит картошка. Да и садила-то еще, видно, поздновато. А там это Люба Минаева, домик видать ее. Ну вот так вот, если смотреть издалека-то, вот какое это поле. Как они тут работают сегодня. Ну а далеко видать лагерь. А что возьмешь? Руки трясутся. Ничего не видать-то. Проветрило. Чуть-чуть. Такая жара стояла. Тридцать четыре градуса, кажется, было. Это вот. Не люблю эти вот стрекоталки, которые стрекочут и косят. И там мужики ватагами. По десять человек я видел, там и за границей везде понравилось. Еще они эту траву стригут, косят. Там косить нечего, а стрекочут и что-то получают, наверное, за это. Ну, даром-то чего бы они кучей сбивались. А когда растет трава где-то, ну, может быть, где-то и надо косить. А вот все время подравнивают. Это бензин, ну, сколько стрекот, ну, сколько. Не нравится. Ну, не нравится и все. Я говорю, вот здесь вот вы и скосили, а здесь нет. Посмотрите, а дуванчики растут, лопушки какие-то. Ну, просто приятно смотреть. Живая природа, а скошенная, ну, вот они скосили. Вот она скошенная, свежая. Видимо, сегодня делали. Ну, что, она лежит, дальше засохнет. Вот эта вот сухая трава. Ну, и что, какая красота. Ничего нету. Вот так. Если хотите, вы можете туда пойти, а им, вот, поручи Ксении, вот этой, Ксении-то. И она с этим, около него еще сидит-то. Это слишком дорогая цена, около одного ребенка блокированным быть. Видишь, он опять за вас. Вчера он отошел. Вы к нему уже привыкли, к тому, что он трется около вас непрерывно. Это нехорошо. Назаре, разблокируй обстановку. Отпусти маму. Это скукота смертная. Сидеть и слушать, как он. Это ребенку придерживаю. Я, когда был пятилетний, для меня двое ребятишек было. Пятилетнему. Вот. Лишает его самостоятельности сегодня. Ну, а потом и результат. Видишь, как он. В этом никакой необходимости нет, чтобы взрослый человек с каждым ребенком сидел. Назарей. У нашей матери полный стаж был. Назар. Десять детей. Назар, догоните. Ну, Назарей, отпускай маму. Пусть идет на картошку полет. Каждые руки дорогие. Ну. Ну, почему поешься. Две невесты, вот, оставь им его. Иди ко мне. Лена, смотри, какие невесты. Все. Быстро-то уходи. Держите его. Занимайтесь с ним. Так. Теперь опусти его. Опусти. Все. Веди сюда его. Веди. Ну, поймай, зачем отпустила-то. Ну, зачем? Ну, тебе разрешили с ним быть чего отпускать. Это же не собачка какая бегать за ней. Ну, ты видишь, что ребенок какой. Ну, ходи. Веди сюда его. Вчера я стоял рядом, ни одного замечания не было-то. Опять уже скрутили его. Отпусти его сейчас. Так. Никуда не бегай. Обожди. Опусти. Побежишь, я тебя буду драть крапивой. Так, ты не понимаешь, что это такое? Кради крапивку. Отпусти его. Никуда не ходи. Если побежишь, сейчас он в крапиву начнет драть. Здоровый парень, главное, такой. В мамку всыпился, как клещук какой. Дальше покачаться на качеле? Да разве-то можно так? Никакого хода нет. Здоровая, крепкая женщина сидит, ничего не делает. А он вокруг нее, он устал. У него ни игры, ничего нет. Так, ты куда повела? Подожди. На качеле. На качеле? Ну, покачай там, чтобы не стукнули его. Так, ты никогда не зови, когда около тебя идут. Так, подождите. Подождите, алло. Зачем посадила его здесь? Вон качелька маленькая, сядь с ним рядом. Он может упасть. Я же не разрешал это. Снимай. Вон она для детей, это не для него. Надень обувь, уходи оттуда. Вот и все. Для Назария специально. Вот она какая маленькая, его никто не заденет. Так, все, отойдите от нее все. От качеля отойдите. Надевай. Ну, давай. Леонидов. Ну, девка, подкуда. Так, рукой задень колесико и назад. Все. Медленно опускайся, не торопись. Не прыгай нисколько. Отодеть нее. Это самоподъемник. Никто не бери за ту веревку. А ты лезь давай, не держись за нее, уцепился. Лезь по шесту. Лезь, говорю. Самурай. Пошел до верха. Верхнюю балку рукой задень и тогда спускайся. Да аккуратно, потихоньку спускайся. Давай. Давай. Это шест из осины. Никаких занозок быть не может. Потихоньку. Все. Обувайся. Тут везде можно обувь. А раздувать все только, когда ногами становятся на сиденье, вон там качаются которые. Это единственное место. Так, ты раскачался неправильно у тебя. Держись крепко. Задень колесико и медленно назад. Не прыгай, иначе она вылетит веревка. Не бойся, что руки обожжешь. Крепко держи. Ни грамма не прыгай. Вот, видишь, Андрей, на канате полез. Канаты, шест, самоподъемник, качели, тут рукоходы. Вон они пошли. Ну, ребятишкам, что еще надо? Ну, вот отдых 15 минут. Уже прошло, но так активно у них идет, что можно увеличить два раза отдых. Вот так. О, Вика у нас, Виктория. Вообще без замечания, девочка. Как вписался. Оп, остановиться надо, развернула тебя. Так, сейчас я подойду к вам. Так, сейчас я подойду к вам.